С вами я, преподаватель спецдисциплины отделения информационных систем Активистского Высшего Пальсо-Ахнического колледжа Желмогометова Рошензина Тулаевна. Сегодняшняя наша тема – язык сценария. Язык состоит из двух терминах – это скриптовый скриптинг и язык лейвингвич. Понятие скриптинга работает довольно хорошо, если понимать скрипт как театральный сценарий. Хотя сценарий является исчерпывающим, проработка деталей исполнения составлена действующим актерам и режиссеру. К сожалению, таким образом нельзя сузить определение скриптовых языков. Манипулируя приложениями, любой язык низшего уровня можно использовать как скриптовый язык. Скриптовые языки быстро становятся языками общей реализации для многих областей, где время разработчика более важно, чем время исполнения. Многие сейчас предпочитают использовать обозначение динамической языки вместо скриптовой языки, ссылаясь на отсутствие выполняемого в процессе компиляции контроля типов. Классификация. Классификация скриптовых языков по применению можно разделить командно-сценарные, прикладные сценарные, языки-разметки и универсальные сценарные. Команда-сценарные языки. Языки позволяют разработчикам сцеплять вместе различные пакеты программ, а также согласовывать полученные в результате системы. Все чаще скриптовые языки сами по себе используются в качестве полноценных базовых инструментальных платформ. Например, многие крупные коммерческие интернет-приложения сейчас программируются преимущественно на языках Perl, Python или PHP. Естественно, скриптовые языки используются для автоматизации задач системного администрирования. Что интерпретируемые или оперативно-компилируемые языки все больше и больше заступают на смену предварительно компилируемым языкам. Компиляцию со временем будут рассматривать просто, как инструмент оптимизации. Она все еще будет полезна при отправке автономного кода за пределы среды, который вы управляете. Однако компиляция все чаще будет рассматриваться просто как способ упаковки. С другой стороны, граница между компиляцией и интерпретацией, которая всегда была немного произвольна, будет размыта еще больше. У языка Perl уже есть фаза оперативной компиляции перед интерпретацией. Будущее будет за совместимостью платформ, так чтобы компиляторы все чаще будут нацелены на абстрактные виртуальные машины. Динамические языки в качестве доминирующих языков реализации во многих областях могут со временем перегнать Java и C++. Статические языки во время компиляции пытаются поставить все точки над I. Долгое время разработчики полагали, что безопасность типов статических языков означает большую надежность их кодов. Однако все чаще разработчики приходят к заключению, что дело не в этом. Конечно, теоретически возможно иметь в распоряжении переменную под названием имя пользователя, но обнаружить во время исполнения, что она ссылается на объект класса «Заказ на поставку». Однако на практике подобное же все маловероятно. В чем же состоит привлекательность скриптовых языков? Скриптовые языки обладают более сложным инструментарием и поддерживают более прогрессивные техники программирования. Например, возможности сортировки данных в Perl встроены прямо в язык, так, чтобы в язык встроены все основные инструменты программирования, избавляя от необходимости создавать их самостоятельно и означает, что для решения конкретной проблемы нужно писать меньше кода, что увеличивает производительность разработчика. Скриптовые языки позволяют быстро выполнять доработку кода без раздражающей потери времени на ожидание окончания компиляции. Количество людей, не обладающих подготовкой, которые имеют традиционные компьютерные специалисты, но которые могут заняться написанием скриптов, стало на порядок больше. Иначе говоря, программированию на скриптовых языках проще научиться. Чтобы стать средним с программистом на C++, необходим большой опыт работы, чем для того, чтобы стать средним программистом на PHP. Какие можно назвать недостатки скриптовых языков? Это время исполнения все еще являются главной проблемой. Конечно, есть области, где скорость слишком важна, чтобы можно было программировать непосредственно на скриптовом языке. Эта проблема обычно решается тем, что код тщательно в выбранной части приложения пишется на языке низкого уровня. Например, в Python есть развитые механизмы для того, чтобы ставить такой код. Общей проблемой всех скриптовых языков является отсутствие хорошей интегрированной среды разработки. Конечно, какие-то интегрированные среды разработки существуют, однако в них недостает мощности, как в Visual Studio. Ключевым, не техническим, однако важным недостатком является отсутствие маркетингового бюджета. Многие динамические языки идеально подходят для многих проектов, однако им тяжело конкурировать с такими локомотивами маркетинга, как Sun, Java и Microsoft C-Sharp, которые продолжают продвигать свои технологии как единственно возможные. В истории есть примеры того, как техническое превосходство подавляется превосходством маркетинга. Ниже следует обзор некоторых наиболее популярных скриптовых языков. Basic Scripting Edition. Это язык программирования от компании Microsoft, предназначенный для создания сценариев. Он является подножеством языка Visual Basic и широко используется при создании административных сценариев в системе Windows. VBScript по умолчанию поддерживается Windows Script Host, который, в свою очередь, по умолчанию устанавливается вместе с почти любой версией Windows. Если у вас слишком старая версия Windows, вы сможете скончать Windows Script Host сайта Microsoft и самостоятельно установить его. Синтакс из VBScript является несколько упрощенной версией стандартного синтакса Visual Basic. Например, VBScript не поддерживает типизацию. Все переменные имеют тип вариант. Сценарий на языке VBScript чаще всего используется в следующих областях. Это автоматизация администрирования системы Windows, серверный программный код на страницах ISP в веб-приложениях, клиентские сценарии на веб-страницах. В основном только в браузере Internet Explorer. Следующий. JSScript. Это язык программирования от компании Microsoft. Он предназначен для создания сценариев и является реализацией стандарта ECMAScript. Синтексы JavaScript во многом аналогичны языке JavaScript. От компании Netscape JSScript по умолчанию поддерживается Windows Script Host, который, в свою очередь, по умолчанию устанавливается вместе с почти любой версией Windows. Если у вас слишком старая версия Windows, вы можете скачать Wish с сайта Microsoft и самостоятельно установить его. Сценарии на языке JSScript чаще всего используются в следующих областях. Клиентские сценарии на веб-страницах, автоматизация администрирования систем Windows, серверный программный код на страницах ISP в веб-приложениях. Ясик JavaScript получил дальнейшее развитие в виде JSScript.NET, который ориентирован на работу в рамках платформы Microsoft.ISP.NET. Python – интерпретируемый объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня. Он поддерживает классы, модули, обработку исключений, а также многонитевую обработку. Python относится к классу языков с динамической типизацией. Представляет программисту автоматическую сборку мусора и удобной высокоуровневой структуры данных, такие как словари, списки, кортежи и другие. Python объединяет поразительную мощь с простым и ясным синтексом, продуманной модульностью и масштабируемостью. Одной из интересных синтексических особенностей языка является выделение блоков программы с помощью отступов, пробелов или табуляций. Поэтому в Python отсутствуют операторные скобки. Python – одно из самых простых средств обучения и применения объектно-ориентированной программированию. Часто является как первым, так и последним используемым опытным программистами языком программирования. Python портируем и работает почти на всех известных платформах. Существуют порты под Windows, все варианты Unix, включая Linux, MacOS, Palem и т.д. При этом, в отличие от многих портируемых систем, на каждой платформе Python поддерживает все характерные для данной платформы технологии. Более того, существует специальная версия Python для виртуальной машины Java – это G-Tone, что позволяет интерпретатору выполняться на любой системе, поддерживающей Java. При этом, классы Java могут непосредственно использоваться из Python и даже быть написанным на Python. Интерпретатор языка Python распространяется свободно на основании лицензии Python Software Foundation License, которая в некотором роде даже более демократична. В стандартный комплект поставки Python входит интегрированная среда разработки IDLE, в котором редактировать программу будет намного удобнее, чем в простом текстовом редакторе. IDLE написан на Python с использованием платформы независимой библиотеки TCL, поэтому легко запускается в любой операционной системе, для которой существует реализация Python. В стандартной библиотеке языка Python богата и представляется программисту множество возможностей, однако если вам недостаточно возможности стандартной библиотеки, то существует множество библиотек, представляющих интерфейс ко всем мыслимым системным вызовам на разных платформах. Для Python существуют библиотеки доступа к СУБД. С Python поставляется библиотека TCL для создания кроссплатформенных программ с графическим интерфейсом. Python и подавляющее большинство библиотек к нему бесплатны и поставляются в исходных кодах. Более того, в отличие от многих открытых систем, лицензионная политика на Python никак не ограничивает его использование в коммерческих системах и не налагает никаких обязательств, кроме указания авторских прав. TCL – Tool Common Language – интерпретируемый язык программирования высокого уровня. TCL очень часто применяется совместно с библиотекой Toolkit. Связку TCL и Toolkit по-русски иногда называют тактикль. ТСЛ – расширяемый язык. Можно самостоятельно определять новые команды языка. На TCL написана оболочка Visual TCL, которая позволяет разрабатывать кроссплатформенные программные обеспечения для Unix, Windows и Macintosh. Фирмы Sun разработана версия TCL, написана на Java Jackal – Java Command Language. Закончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok